И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас очередной игровой видеоролик, который связан с интересным вооружением Викинга Твинсом. Я думаю, что многие ждали, многие хотели увидеть данное вооружение когда-то давным-давно. Что-то подобное на данном вооружении я уже записывал, но прошло время, прошел баланс, изменились многие вещи, связанные с этим нагибаторским интересным вооружением. И сегодня я готов рассмотреть его. Надеюсь, что вы поддержите данный видеоролик лайком, если вам заходят игровые видосы. Ну и давайте, если на данном видосе набирается 150 лайков, сразу же выходит следующая интересная часть. Что касаемо режимов, сегодня, я думаю, покатаем в захвате флага, покатаем в цпшечке, в той самой любимой. Посмотрим, насколько эффективно можно будет вообще играть на данном интересном вооружении. Твинс сейчас находится, ну, не в самом лучшем балансе, можно так сказать, в среднем балансе, если рассматривать данную пушку по матчмейкингу. Ну и также викинг, викинг, ну, как вы знаете, тоже не самый лучший корпус. Да, это средний корпус, на котором, например, удобно играть в каких-то захватах флага, но никак не в, например, матчмейкинговых боях, таких как там цпшечка, может быть, какие-нибудь там командные, тдмочки и тому прочее. Ну, согласитесь, всё равно на харьке опыт набирать намного-намного проще. Поэтому посмотрим, что у нас из этого получится. Я, конечно же, надеюсь на первое место, надеюсь на шесть звёзд, надеюсь на победочку. Ну, а как оно выйдет, всё мы вместе с вами сейчас сможем увидеть. Ну и, конечно, после уже видоса, вернее, в конце данного видеоролика, расскажу, что я вообще думаю по этому вооружению. Посмотрим, что вообще получится. Ромашку тут мне ставят довольно-таки неплохую. Катка, к слову, начинается уже не с самого начала, пять минут до конца, но шансы на занятие, например, того же первого места на изи-каточке у нас имеются. Единственная проблема викинга в том, что если против вас начинает играть такой вот, например, молодой человек на Титане, и таких молодых людей очень даже много, то всё намного-намного усложняется. Потому что это викинг, это не хорёк, который пробивает куполы, это не хантер, который, например, может застопать купол, его, вернее, выключить. Здесь уже у вас нет такой возможности, вам надо просто либо ждать, пока купол данный пропадёт, либо же пытаться сливать кого-то другого. Но пока у меня вроде всё должно здесь складываться довольно-таки неплохо. Посмотрим, где у нас. Удастся вообще ещё прожать овердрайв. На викинге копится, конечно, он не так быстро, но разумно, наверное, надо будет его прожимать где-то возле центра, хотя бы забирая 2-3 танка, потому что если там будет стоять какой-нибудь один танчик, я даже сам особо не захочу прожимать на него овердрайв. Главное, конечно, ещё и выигрывать данный бой. Пока всё складывается не самым лучшим образом. Сливаем 10-5, но вот что касаемо места, уже потихонечку-потихонечку в лидирующей позиции мне удаётся вылазить, и это, конечно же, хорошо. Попытаемся поиграть, наверное, ближе к респам. Сейчас заберём вот здесь центральную точку и попытаемся уже поиграть ближе к вражеской базе. Там немножко можно по Викингу, ой, по Викингу говорю, по Васпику наносить урон. Ну и сейчас уже отправиться... Нет, не смогу я там никуда отправиться. Вика Смока прожимает овер, и у меня, к слову, тоже овердрайв уже появляется. Можно сейчас пытаться что-то делать. 0 резистов от Твинца в матчмейкинге. Вы помните, чтобы раньше было 0 резистов в матчмейкинге от Твинца? Да, вот той самой пушке, которая, ну, по сути, может наносить очень большое количество дэмэджа за небольшое количество времени. На ближней-средней дистанции эта пушка может работать очень-очень эффективно. Да, не всегда это получается сделать, но в большинстве случаев налегке её можно здесь реализовать. И я думаю, что эта катка не станет исключением. Сейчас уже потихонечку по месту мы вырываемся. Остаётся только захватывать точки и выигрывать данный бой. 200 опыта есть, 4 точки контролируем. Ну, давайте поиграем ближе к респу, наверное. Сейчас я себе дэдэшку прожму, дождёмся её. И попробуем, наверное, вот этого молодого человека слить. Хотя он урона наносит на своём хоре-вулкане, это просто жесть, как быстро ещё с овером. Печально, конечно, смотреть на эту ситуацию, когда данные пулемёты по вам начинают наносить урон. Но всё же ничего я здесь поделать не могу. Единственное, что я могу сделать, это взять резист от пулика. Но если он, конечно, с овером, мне как бы и резист не поможет в этой ситуации никаким образом. Ну ладно, сейчас мы рез поменяем. Потому что у меня, я так понимаю, не особо хороший резист на данный период времени в данном бою имеется. Я вижу пару смок. Ну вот смоки брать резист я не знаю, насколько это актуально. Но взять от, например, резист от пулика точно здесь стоит. Ну и, конечно, попытаться не отдать врагам здесь точку, конечно. Хорошо. Точку заберём и отправимся на центр на давление. Титан прожал там купол. Я надеюсь, что у меня получится заехать в тот тайминг, когда купол уже пропадёт. Это либо же, либо же, либо же, либо же, либо же противник просто откатится и отдаст мне данную замечательную точку. Главное сейчас здесь от хорьков не падать, которые, по мне, пытаются наносить очень большое количество урона. И, к слову, у них это получается сделать. Ещё и нашу базовую точку пытаются забрать. Команде, я думаю, пора уже просыпаться, дабы сейчас не начинать проигрывать. Один резист, к слову, от винца появляется, но это явно не проблема. Овердрайв тоже у меня имеется и бомбочка пошла от противника. Попытаюсь сейчас отыграть от центра. Надеюсь, что здесь у нас что-то получится. Попробуем прожать овердрайв. Заберём одного, заберём второго и, может быть, даже, да, и заберём третьего. Четвёртого уже не дотянул. Но три танка забрал. Это уже очень даже хорошо для реализации викинга. Овердрайв. Вот бомбочка, конечно, очень неприятная сейчас была адресована мне, можно так сказать, она была явно никому-то другому. Я единственный оставался на той позиции. Но сейчас пора уже забирать точки. 35 секунд остаётся до конца. Надеюсь, что сейчас хотя бы захвачу здесь правую. Две точки мы контролируем. Ну и команда, команда, друзья мои хорошие. Давайте забираем ещё вот эту. И двигаемся, двигаемся на центр. Двигаемся на центр. Попытаемся сейчас её быстро забрать. Есть у нас там уже тиммейты, которые должны врываться. Ой-ой-ой, чуть минус не упал. Зацепился немножко, чуть-чуть. Так, третья точка захватывается. Блин, походу времени нам не хватит, чтобы выиграть данный замечательный бой. И это, конечно, не есть хорошо. Нет-нет-нет-нет-нет. Нет, всё-таки не камбэкнули. И на 10 опыта я набрал меньше опыта, чем первое место. Ну, не сказать, что плохая была каточка. Каточка была довольно-таки ровная. При том раскладе то, что я запикался в неё в тот тайминг, когда уже оставалось 5 минут до конца, то сыграли довольно-таки неплохо. Первое место я бы точно забирал. Может быть, даже получилось бы её и выиграть, если бы запикался с самого начала. Но, к сожалению, мы её проигрываем и не занимаем первое место. Но это такое себе. Конечно, там не такой уж большой отрыв у нас получился. Поэтому давайте пытаться играть на данной интересной, замечательной карте. Бойня. Викинга Твинс. Бойня. Я не знаю даже, что мне здесь сделать. Но это максимально неприятная карта. Как вы знаете, в игровых видосах я довольно редко перепикиваю катки. За исключением... Ну, по сути, я не перепикиваю ничего. За исключением... Блин, нифига себе у меня такой овераджели. Некрасиво, пока я говорю. За исключением одной карты. Это Монте-Карло. То есть, если у меня не особо удобное вооружение, это Мон... Ой, как я говорю Монте-Карло. Если это Шоссе, да. То есть, Шоссе это явно не самая удобная карта для такого вооружения, на которых я, по сути, постоянно играю в матчмейкинге, да. По сути, почти всегда неудобно играть на больших картах. Но если даже это та же Бойня, я готов попробовать, попытаться что-то сделать. Но вот если это Шоссе, и у меня там, например, какой-то даже, ну, Викинга Твинс. Ну, иногда это просто бессмысленно, да. Показывать. Не раскроет никак карта такое вооружение. И толку от того, что я скатаю, тоже не будет. Ну, и сейчас у нас Бойня. Ситуация совсем другая. И я не знаю, честно говоря, как я буду сейчас увозить здесь у противника флаг. Пока что я пытаюсь играть максимально на урон, максимально на очки, дабы подниматься по месту, дабы занимать как минимум здесь первое место. Ну, а дальше уже будем смотреть, как ситуация будет складываться. Противник пока что пытается здесь увозить. И у него, к слову, очень хорошо это получается. Я явно... А, ну, хорошо, уже походу ничего у него здесь не получается. Как-то он подскочил и улетел в минус. Но, надеемся, что у нас тоже тиммейты такие будут, которые будут пытаться врываться и хотя бы, хотя бы делать хоть какие-то здравые попытки на увоз. Сейчас у меня, к слову, может быть попытка такая, если мне дадут здесь дернуть. Ой, воткнулся в дом. Ну, ладно, есть страховочка от Хорната Вулкана. Ой, Вулкана Магнума, говорю. Так, здесь есть аптечка, которую можно, к слову, подобрать. Есть ДА-шечка, даже дроповая спереди. Ну, ладно, лучше я прожму свою побыстрее. И здесь я надеюсь, что... А, нет, овера у него быть не может. Если у меня нет овера, то у него там, тем более, овердрайва нету. Траектория максимально долгая, максимально длинная. Молодой человек хочет у меня флаг. А, ну, типа, да, я понял. Типа, ты просишь флаг, когда я его притащил на такой здоровенной и тяжелой карте. Ну, да, нормальная попытка. Почему бы и не попросить? Нарку мне прожали. Очень хорошо. Но там, я так понял, он прожимал данный овердрайв исключительно ради того, чтобы заморозить противника, чтобы он не смог увезти флажочек. Ну, там бы мы его, наверное, скорее всего, даже бы успевали забить. Так, три тиммейта... Ой, три противника тиммейта, говорю. Три противника стоит сейчас на вражеском респе. И я, к сожалению, попадаю под такой же самый овердрайв. Ничего хорошего не получилось. Но главное, что мы ведем. Главное, что мы выигрываем. Четыре минуты до конца. Это все хорошо. Можно реализовывать в свою пользу. Ну, и пытаться, пытаться врываться, конечно. Сейчас на врыве сыграть от центрика спокойнейшим образом можно. А дальше уже как получится, как пойдет, будет видно. Надеюсь, что будет все довольно-таки... Ох, неплохо. Так, залетаем. Ой, Вика Твинс мой, конечно. Такая каракатица. А, еще мне бомбу ставят. Ладно, понял, принял. Понял, принял, обработал. Надеюсь, мои тиммейты будут сейчас заезжать на вражескую базу. Потому что, ну, помощи пока что очень мало, если честно. С такой... С таким количеством помощи увозить очень тяжело. Так, заходит на нашу базу рельса. Заходит пулик. Ой-ой-ой, пулемет, пулемет. Пулемета, пулемета. Хорошо. Нагнули. А то пулемет с овердрайвом, это, конечно, просто смерть сразу. Ничего не получится сделать против такого молодого человека. А там тиммейт пытается дергать. Может быть, у него получится? Нет, не получится. Даже довести хотя бы до полпути. Было бы уже неплохо. Там уже бы, если что, подключились бы. Попытались бы встретить. Но, к сожалению, к сожалению, особо ничего у него не пошло. Так, ладно. Давайте пытаться тогда здесь наносить урон. И пытаться заезжать. Пытаться врываться. Давайте пробуем, давайте пробуем, давайте пробуем. Давайте пробуем, давайте пробуем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну нет, только не заморозка. Ну куда? Куда ты так морозишь, дружаня? Хорошо, тиммейт. Нет, не успевает вон там ворваться. Хотя можно было попытаться подобрать, попытаться увести. Немножко тайминги сыграли не... Некрасиво. Хотел сказать, не на руку. Но как-то слово не особо подходящее в данный момент было. Так, две минуты до конца. Две минутки до конца. 70% овера у меня уже имеется. Пулик прожимает овер. Ну, 1-0. Этого вполне достаточно для такой карты, если честно. Это не самая приятная, не самая удобная карта. Поэтому я бы, наверное, поиграл даже больше от своей базы. Больше, чтобы не потерять флаг. Понятное дело, что можно попытаться позаходить, попытаться дернуть. Но все же приоритет надо отдавать своему флажку, дабы противник не смог увести. Я уже смотрю, что кто-то скидывает голды. Может быть, чтобы попытаться увести. Может еще для чего-то. Но я попытаюсь сейчас хотя бы с овера пару-тройку киллов здесь забрать. Дабы можно было дополнительный опыт здесь получить. Попытается тиммейт сейчас дернуть. Может быть, у него что-то получится. А я уже тогда поиграю больше от своего флага. 1 минута остается до конца. Противник, к слову, пока что особо не едет в атаку. Мне как-то даже очень странно. Вы проигрываете 1-0, и вы особо не едете в атаку. Как это работает? А, походу он кидает голды, а его тиммейты просто эти голды сами ловят. Я понял. Неплохая тактика. Эта тактика называется уже не на победочку, а на просто половить голды. Ну ладно. Хорошо. Я думал, они наоборот в атаку пойдут, будут пытаться дергать. Но, похоже, акцент у них идет исключительно на ловлю золотых ящиков. С правой стороны сейчас два противника пытаются надавить. Я, в свою очередь, попытаюсь здесь просто как-то попрепятствовать, дабы они вообще не заходили на нашу базу. Даже у них, чтобы и попытки не было какого-либо увоза. 350 опыта я свои набил. Первое место спокойнейшим образом должен здесь забирать. Ну и, соответственно, радоваться тому, что все здесь получилось. Даже на такой не самой приятной и не самой удобной карте для меня можно даже забирать первое место. Ставить один всего лишь флаг, но этого будет достаточно для того, чтобы выиграть. Потому что карта явно, ну, не самая приятная, не самая удобная. И поставить на бойне, я считаю, что это даже успех. Просто поставить на бойне, это уже успех. Заканчиваем с первым местом. Что-то такое у нас, друзья, получилось. Что я могу сказать по Твинцу? От Твинца в матчмейкинге сейчас очень мало резистов, потому что на этой пушке играют довольно-таки мало, соответственно. Но, что касаемо его баланса, то я не могу сказать, что эта пушка не тянет. Она находится в нормальном, среднем балансе. И если в таких боях от нее резиста нет, соответственно, конечно, вы будете комфортно на ней себя чувствовать. Будете набирать дополнительный опыт. Ну и выигрывать, стараться, нагибать противника. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился. Если вам понравился, если вы еще до сих пор не поставили лайк, то обязательно прожимайте лайк. Обязательно не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы ничего не пропускать. Ну а с вами был мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.